Всем плотные пацаны, с нами сегодня Смоук, второй видосик с ним. Будет сегодня очень интересно, потому что он нам покажет вообще свой любимый контент. Это сделать бит полностью на плагинах FL Studio, вот, покажет вам, что на самом деле у них очень серьезный ассортимент, из которого можно делать очень классные биты, покажет свои какие-то фишки, плагины, о которых вы, возможно, даже никогда не слышали, но очень прикольно было бы их применять в битах. Сейчас я вам попытаюсь показать, что на самом деле в FL Studio достаточно много инструментов для серьезной работы, и самое главное, смекалка и уметь правильно сочетать их. Let's kill it, давай покажем им. Погнали, погнали. Типа, сын, не пугайтесь, там просто мой темплейт сейчас будет, типа, поэтому все прописано так-то вообще с нуля. Прикинь, вы какое-нибудь что-то, типа, открывает, такой... А у меня не так. Охуеть, чего, блядь, это такое? Типа, и закрывает видео. Нет, или типа, прикинь, такой этот, в комменты пишет, типа, а что у меня не так, когда открываю FL-ку? Не понял. У меня FL-ка другая, да? С чего мы начнем? Начнем мы, наверное, с инструментов. Давайте подберем. Тут вот есть в папочке PAK, это родная папочка ImageLine и FL Studio. Инструментс есть. Есть, конечно, Legacy, это если нужны какие-то старенькие звучки, тут ваншоты. Если что, ImageLine о ваншотах, ваншот-звуках догадались еще до того, как энтузиасты начали писать там ваншот-звуки, типа... Ну, я думаю, всем понятно. Ты можешь прихлопнуться по-братски? Сегодня нас интересует, наверное, давай вот пианку, вот Close Grand, очень классно звучит. Это типа такие пресеты, которые вы просто перекидываете, и они в DirectWave, и от плагина FL-ка встроены, открываются. Да, грубо говоря, это библиотека для DirectWave. DirectWave это просто сэмплер. Примерно так звучит эта пианка. Мы выберем тональность, ну, примерно на шару, что-нибудь, типа, вообще пофиг. Сегодня я думаю написать жесткий какой-нибудь Memphis. Типа того, короче. И, наверное, эту же музыкальную фразу туда продолжим. Она как раз под измененную концовку вот этого монотонного, сказать, ритм куска станет. Немного другими красками. Единственное, что можно сделать, чуть-чуть еще разнообразить вот эту часть. На мой взгляд, это очень классно. Переходим дальше к соусу. Наверное, под эту пианку сразу хотелось бы какой-то ритм прописать уже под рамочке. Так, подберем хэтик. Драмки мы не будем использовать родные, потому что у нас есть дрампаки. Ну да, это используют родные драмки, это было бы уже чуть насилие. Ну, знаешь, вообще, на самом деле, если прям вообще ничего нету, ты где-то в каких-то странных условиях, что у тебя тупо там, к примеру, ноутбук с FL-кой, даже без звучки, то в целом можно там вывести, в целом, довольно приемлемые драмки. Но это извращение маленькое. Да, вот это огонь. Естественно, подмешаем. Если это Memphis, то тут нужен сочный хэтик. Вот такой повыше. Короче, ребят, смотрите, вот у этого хэта есть преринг. Вот здесь вот видно, что он не сразу звучит. Такой замах есть, отцовский. Естественно, это мы можем компенсировать на слух вот этой крутилкой, вот, shift. Немного сравняли, теперь они более слитно звучат. Дальше нужен какой-нибудь снейр, который такой очень нелепый, такой тупой, прям в лицо бьет. Окей. Вот это хорош. В целом, уже неплохо звучит, но единственное, что он какой-то глухой. Глухой, да, очень. Давайте исправим это положение. Во-первых, чуть-чуть его настроим здесь, в самом сэмплере. Вот так, думаю, достаточно. Открываем эквалайзер, чтобы прочекать. У нас не хватает примерно от 3000 герц. И теперь, как мы будем компенсировать верх? Есть такой шикарный плагин, как патчер. Грубо говоря, вот такие простенькие плагины, относительно простенькие плагины, как параметры KQ, можно использовать здесь как модули. К примеру, вот этот плагин, типа добавить плагин. Добавляем эквалайзер и перед ним, чтобы логически так подумать, чтобы вытащить частоты, нужно гармоники сгенерировать. И это подойдет просто обычный дисторшн. Просто цепочку делаем так, чтобы входной сигнал входил в дисторшн. После него входил в эквалайзер, где мы будем отрезать только то, что нам нужно подмешать. И потом он, чтобы в FL Studio опять входил. Вот, в целом, здесь можно наблюдать. Вверх раздает как надо. Теперь вот этот весь провал заполнился. Окей. Сигнал. Уже дефолтный пресет. Просто вот, не то что, дефолтные плагины с дефолтными пресетами. Просто must have. Далее, здесь, естественно, отрежем низ, потому что нам не нужно, чтобы низ там и так вполне приемлемый. Но не настолько. Вот что-то типа такого. И единственное, немножечко вверх разогнать. Вот так. Потому что именно в этой области у нас был провал. И туда сгенерировались гармоники. И они не наложились на исходный сигнал. Естественно, их меньше. И чтобы это компенсировать, я вот так сделаю. Потому что это не просто. Вот сейчас он немного мерзко звучит. Как будто вот этот вот обрезанный снейр из дрилла, который называют всех этом. Контур-снейр. Да-да, контр-снейр. Так вот, в общем, сейчас он звучит немного мерзко. Но это всего лишь сигнал, который мы будем подмешивать к оригинальному. Сейчас покажу как. И теперь отсюда же оригинальный сигнал посылаем просто вот без изменений дальше в FL Studio. Из FL Studio в FL Studio. И типа он проходит параллельно такую обработку. Естественно, вот здесь ручки подмешивания. Но я думаю, типа... Можно прям вот так и оставить. Еще что хочется с этим снейром сделать. Я бы мог, конечно, взять какой-нибудь жесткий такой уже подходящий снейр. Но я думаю, что будет полезно вот понаблюдать за тем, как я вытаскиваю из ада этот снейр. Вот низкую составляющую, вот эту первую гармонику. Ее прекрасно видно визуально. Можно поднять. Это как раз будет первый транзиент. Мотивации надо поднять. И первую гармонику тоже надо поднять. Транзиент процессор, чтобы он щелкал получше. Может, Fresh Air, бро, накинем. Fresh Air. Но, к сожалению, это не родной плагин в FL, поэтому мы не можем это сделать. Кстати, забыл упомянуть. Здесь есть такая тема. Сейчас он звучит вроде приемлемо, классно. Но если линейную фазу сделать... Он освободит серединку вот эту. Здесь просто создавалась антифаза. То есть, раньше FL ругали за то, что у них родные плагины как-то пластиково звучат. А все дело в том, что не было просто линейной фазы, компенсации фазы и так далее. Грубо говоря, если простым языком говорить, так как мы подмешиваем вот этот сигнал, чтобы добавить верха из ничего просто, он накладывается друг на друга. Когда накладываются друг на друга, они взаимовычитаются. То есть, когда отрицательная фаза, этот динамик внутрь движется. Когда положительная фаза, динамик наружу движется. И если два таких импульса одновременно воспроизвести, то динамик просто будет статичен. Он будет стоять и ничего не воспроизводить. И поэтому получается частичная потеря сигнала из-за противофазы. Вот, надеюсь, это кому-то полезно. Но в целом... Всем похуй отвечает. Вот это транзиент процессор. Он что, он добавляет транзиентов. То есть, вот это вот. Я тебе объясню. Тут есть даже раскладка, цепочка. Вот, на вот эту вот штучку нажимаешь. И тебе буквально... То есть, если вы хотите виртуозно владеть плагинами родными VFL, хоть я и сейчас показываю что-то на базовом уровне, надо понимать, как они работают. И тут прекрасно вот прям показано, что входит сигнал, делится на два. В одном отрезается весь верх, остается только низ. А здесь остается только верх. И там, где остается только верх, ну, грубо говоря, вверх и верхняя середина, и чуть-чуть мида остается. Ну, грубо говоря, пополам делится. И дальше транзиент процессинг идет. Атака, шейп, релиз, шейп. То есть, это вот атака, релиз, шейп. Это, насколько я понял, это вот способ добавления транзиентов. Типа, очень резкий, в меру резкий, очень мягкий. И после он сатурируется вот этой ручкой Drive, если нужно, конечно. И потом снова соединяется. Вот здесь вот эти значки, это как раз и есть то, о чем я вам объяснял. Компенсация противофазы. Ну, то есть, линейная фаза. Здесь он переворачивает фазу, входит в режим линейной фазы, и складывается, суммируется снова, и выходит сигнал. Исходя из этого, можно полагать, что сейчас он будет игнорировать низы в снеере, которые я вот здесь как раз-таки благополучно разогнал, и будет добавлять транзиент. Вот здесь вот на этой красной полоске видно, как он именно добавляет транзиента, опираясь только на сигнал высоких и средних частот. Как это все делать? Вот ручку атаку просто крутить. И сразу он как отцовский шаппл начинает долбить. Я думаю, к этому снейру еще подмешать клэпчик. Вот он дал нужного соуса. Ну, естественно, типа я делал это с учетом того, что я добавлю open head какой-нибудь. Как только клавиша отпускается, он сразу перестает играть. Идеально, по-моему. Пришло время бочки, я думаю. Что за мясо? Как надо. Тиховато играет. Хочу, чтобы до нуля играла она. Громкость в настройках увеличу. Может показаться, что слишком много киков, но это же Memphis. Может с мелодией по слухам. Давай, давай, посмотрим, как она. Давайте дальше, я, наверное, думаю, к 808 можно перейти. Можем взять из дрампака, но я бы хотел вам показать, как его сделать самому из родных плагинов в FL Studio. Берем fruity kick. Но суть этого плагина в том, что его надо настраивать. Да, вот эту злойбучую атаку. Короче, есть такой лайфхак. Если вы все-таки... Если вы являетесь человеком, у которого не абсолютный слух, что является, наверное, нормой для многих, выставляете просто буфер сайз на 1024, чтобы визуально здесь видеть. Минимум меняет тон. И здесь надо, чтобы волна прям остановилась, короче. Вот так вот. И таким образом вы достигли ноты до. Вот цех... А, нет, почему? Мы просто сюда запишем ваншотик себе, чтобы управлять им грамотно. Прям срубим его под корень вначале. И типа такого, что ли, вот так вот закинем. Если вы вот так envelope настраиваете, ну, либо вот так, типа без разницы, короче. Можно cut itself не нажимать, это необязательно. Ну, он все равно будет таким нормальным. Пока его вот так, в таком состоянии оставим, и перейдем дальше, наверное, к мелодии. К примеру, возьмем морфин. Вообще, брат, слушай, а можешь вот открыть? Давай еще раз плюсик. Какие вообще тут синты, получается, есть? Это вот это вот все, Synth Classic, и Synth Special, это все синты FL-овские встроены. Да, да. А больше нет. Ну, и библы, получается, Direct Wave, правильно? Ну, почему, есть еще, ну, у тебя они не добавлены, есть еще Flex, насколько я помню. А, да, да, а, нет, ну да, значит, это все синты, и в каждом из них, ну, кроме, наверное, каких-то типа Trios, он для базовых задач делается, наверное, в прошлых видео показывал, как им можно пользоваться. Тут куча пресетов у многих. Есть синты типа модуляторы. Вот, допустим, GMS, он является модулятором. Он прям синтезирует звук из нескольких осцилляций, то есть делает его с нуля. А есть такие, как бы, плагины, которые как сэмплеры. В них загружается какой-то сэмплик, ну, типа, заготовленный в пресетах, и он как-то еще модулируется. И вот к таким относятся вот Harmor, Morphine, Harmless, по-моему, если я не ошибаюсь. О, прикольно, только вот дилей уберем. Ну, вот все, все довольно понятно. Вот эффекты включать, выключать, если надо, поднастроить. Ревер в целом меня устраивает. Такой жесткой напряженности дает. Прикольно, да. Сейчас он немного пластиково звучит, но я думаю ревера накинуть. Да, мелодия получается сочная. Так, двигаемся дальше. Думаю добавить еще вот, допустим, орчестра, и тут есть хор. Допустим, А мне вот нравится. Если замечаете, да, вот эту шестеренку, когда нажимаете, вылазит дополнительные настройки, и здесь уже можно управлять вот медленное моно, типа, чтобы вот так. И теперь вернемся к вопросу о том, чем же дополнить я хотел. У нашего родного брата Джуга есть такая вот тема. Да, вот это самый норм. Туда же кинем ревер, только не будем так сильно наваливать. Там примерно вот так оставим, там дальше разберемся. Допустим, Дилей Бэнк закинем. Тут есть пресетик. Да, такой легкий соус в корневую ноту. Напишем. О, как раз она звучит сочно. Еще, еще, блядь, больше, чуть правее. Еще, еще, оа. О, вот так сочно. Прикол, да. Так и оставим. Последний штрих. Можно какую-нибудь атмосферу дать. Вот загадочный такой. Мягкий, теплый. Короче, несколько последних штрихов. Это сайдчейн между киком и 808. Запоминайте, следите за руками. На канал с киком вешаем пик контроллер. На канал с 808 вешаем фрути баланс. Берем. Копируем значение из максимального гейна фрути баланс. Это копий вэлью называется. Вставляем сюда, в крутилку бейс. Да, это база. Да, вот максимально дикей увеличиваешь. Вот в данном случае, что такое медленный BPM. Теншин прям максимально вниз уводишь. И дальше вольюм. Смотришь. Чтобы вот примерно он вот так до конца провалился. Но не совсем. Прям вот чуточку так, на тоненького. И теперь что? Здесь вот эту саму ручку. Link to controller. Надо затречить к именно этому контроллеру. Следующая фишка. Надо разукрасить немного 808. Так как мы его сгенерировали в FL. Он очень базовый, очень сабовый. И надо, конечно, чтобы его слышно было даже на динамике телефона. Для этого нужно немного гармоников разогнать. Но перед этим фрути баланс надо вниз вот так увести. Чтобы до него кидать эффекты, которые добавят гармоников. Потому что эффекты, которые добавляют гармоников, они немного бустят 808. И если они бустят его, то получается так, что фрути баланс может срабатывать уже не полностью. В папке distortion есть фрути blood overdrive. Вау! Он уже раздает как надо гармоников. Надо насатурировать. Все надо смотреть по стилю. А если хочется, вот так же blood overdrive подвинем. Чтобы по цепочке перед ним повесить еще один плагин. Нужен вейв шейпер. Чтобы добавить немножечко на транзиент такого шелеста, гармоника. Вот докуда доходит, смотри. Вот где-то вот здесь, в этой области, наверное. Надо поставить точки. И типа сделать что-нибудь такое. Ну и естественно, это все подубавит. Так как мы вот этим фильтром, я думаю, неуместно будет воспользоваться. Потому что он очень мягенький. Мы воспользуемся просто эквалайзером. И слегка срежем вот эти верхние частоты, которые он раздает гармониками. Они не нужны. Нам нужны средние частоты, которые он раздает. Поэтому их только и оставим. Вот эта серединка, ее даже можно пустануть. Я думаю, на этом достаточно. Единственное, что осталось, нужно докинуть соуса, раскинуть как-то. И я бы хотел попросить тебя это сделать, наш гуру Скори. Александр Скоревич. Оформим, оформим. Давай, брат, сделай так, чтобы у меня ебало выскочило просто. Во-первых, знаешь, что, брат, хочу сделать еще? Я хочу сделать HyperTrap Horus. Hyper Horus, это имба. Я вообще охуел с этого плагина. Мне вот смокиш показал. Я думаю, буду достаточно часто его вязать на почти все. Чисто это вечная мета. Теперь нам нужен виниловый шум еще в таких битах, да, у нас обычно? Ну, я думаю, типа, да, он будет уместен. Ну, на самом деле он раздает, раздает стилька. Да, вообще уверенно раздает. Так, теперь чутка-чутка сделаем структуру. Чисто стандарт трэп-хуйня. Ну, слушай, знаешь, как можно сделать прямо перед дропом реверсни его, брат? О, ты понял? Да, да, да. Ты понял? Я тоже понял. Да, да, да. Давай. Аааа. Да, да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоит упомянуть одну фишечку FL Studio, вот. Правой кнопкой мыши Create Automation Clip, вот здесь ставим точку, вот здесь нажимаем Copy Value, здесь нажимаем Past Value, и просто чуть... А, блядь, не здесь. Вот, делаем вот здесь где-нибудь под концовочку, вот так Past Value, и вот так на снижение, просто чтобы сделать красивое аутро. Кстати, этот, накопил везде шум. Да, да, брат, я тоже это сейчас приметил. Ну и все получается, бейтсан готов, вот. Много фишечек нам сегодня рассказал Смок, спасибо, брат. Я всегда, всегда приезжаю, блядь, и столько всего узнаю, вообще, разъем полный. Вот, пацаны, надеюсь, вы тоже много чего узнали. Всем большое спасибо за просмотр, любим, целуем, ценим. Вот, подписывайтесь на канал, на телегу, все. Ставьте лукас. Все, ставьте лукас, и, конечно, вот, Смока там тоже в описании оставим. Пишите комментарии, кстати, насчет того, интересно ли вам было наблюдать за этим. Если да, то мы можем повторить, возможно, на каком-то более сложном жанре. То вам конкретно было полезно, может быть, ну и так далее. Ну да, Смок у нас мастеров FF Studio плагинов, встроенных, так что можем, по идее, что угодно повторить. Ну да. Все, что, давайте, пацаны, бывайте, нахуй. Бывайте.